всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и кажется это единственный день недели который у нас остался без изменений без изменений в смысле контента моего канала и как обычно по пятницам я даю вам свой отчет беременности сегодня будем говорить о неделях 28 по 30 и расскажу вам о том что же произошло с нами на этих неделях начались эти недели на самом деле как обычно достаточно спокойно не такое ощущение что каждая новая неделя она начинается спокойно все происшествия и всякие разные истории они начинаются как-то концу этой недели или пары недель о которых я рассказывала так вот начале 28 недели и на самом деле на это всю 28 неделю я как-то адаптировалась и привык привыкала к новым болевым ощущениям о которых я рассказывала на прошлой неделе вот ну как-то уж совсем стало мне некомфортно сложно тяжело спать тяжело ходить тяжело сидеть тяжело просто менять позицию и как-то двигаться и если я могла там преодолевать хоть какие-то минимальные расстояния достаточно бодро до этого то сейчас уже все я хожу очень медленно шажочки у меня маленькие и мне действительно правда очень очень тяжело разные боли внизу живота которые отдают то в кости то не знаю какие-то они мышечные и в принципе разные боли разные интенсивности в разное время суток достаточно непонятные порой естественно ты смотришь и ощущаешь что это малыш там пинается поворачивается но тем не менее тем более они стали намного интенсивнее чем было до этого и соответственно мне пришлось на этих неделях как-то к этому привыкать помимо этого наверное какие-то такие яркие изменения о них вы кстати говорили в наших видеороликах с максимум где мы красили мое лицо кожа у меня стала просто невыносимо ужасный это сухость это шелушение это какое-то вот прям панцирь у меня на лице которые невозможно никакими не скрабами не пилингами эксполиантами вообще ничем отодрать единственное мое спасение действительно это если я потом два-три раза в день провожу какой-то уход и стараюсь свою кожу питать очищать и в общем то как-то бороться с этим шелушением и сухостью по крайней мере высыпаний нет уже за это большое спасибо но тем не менее очевидно что во время своей беременности так называемый прегнанси glow ко мне так и в общем не заглянет поэтому придется мне с этим смириться и как-то как-то обойтись тем что есть радоваться что по крайней мере у меня таких сильных высыпаний нет ну а что касается всего остального наверное не знаю волосы у меня достаточно уже отросли если сравнить вот за последние да там семь месяцев на этом большое спасибо не могу сказать что я сильно довольна структурой или какими-то здоровьем своих волос но тем не менее растут и слава богу пусть растут так вот 29 неделя дальше она протекала тоже достаточно спокойно ко мне вернулась желание попить кофе что для меня было большой большой неожиданностью и я поняла что как-то вроде и до сих пор мне плохо от этого кофе из-за от запаха меня воротит но вроде и хочется колется и хочется и тут я немного решила рискнуть и попробовать на вкус свой некогда любимый любимый напиток и вроде как пошло неплохо поэтому пару дней я попила кофе по чашке в день но поняла что все таки наверное придется от него пока что отказаться потому что я чувствую что у меня давление поднимается сосуды сужаются и мне как-то становится очень и очень некомфортно то есть эффект от кофеина я ощущаю сильно поэтому кофе я все таки отложила в сторонку порадовалась тому что смогла его выпить вспомнить его чудный вкус и на этом моя история с кофе закончилась и наступила моя 30 неделя ждала конечно же этой неделе очень сильно это как будто бы такой не знаю но уже такой большой этап пройден когда у тебя остается минимум 7 недель максимум 10 и ты понимаешь что все 30 неделя это уже как-то посерьезнее потому что и малыш побольше он уже практически полтора килограмма весит уже около 40 сантиметров в длину а то есть мы уже подходим к финишной прямой и я даже читаю о развитии малыша понимала что вот вот он уже близится к тому состоянию когда угрозы для его жизни в случае преждевременных родов все меньше и меньше и это меня конечно же радует очень сильно потому что у малыша наверное один из последних органов которые созревают это легкий он тренируется ежедневно в череве мамы дышать он несколько литров жидкости поглощает и собственно все системы организма они работают работают мозг развивается и все как будто бы вот как когда до созревает если если все какие-то процессы и маленькая личико и ногтики волосики там я не знаю косточки жирок все это начинало только созревать и начинала как-то зарождаться сейчас это все вот прям приобретает такой уже оформленный законченный вид и я понимаю что мой малыш уже все все более готов и готов к тому чтобы появиться на этот свет но с 30 неделей пришло неожиданное обстоятельство я утром как раз таки вот начало 30 недели сходила в туалет как обычно и тут я понимаю что что-то необычно как-то у меня извините за детальность но прокладочка моя какая-то не сухая и посмотрев вниз я поняла что у меня началось кровотечение причем а кровотечение не алая и не такой вот прям кровь-кровь а такое хорошее темно-коричневое и причем не в маленьком количестве я понимала что очевидно за ночь собственно вот это кровотечение или или наверное его на самом деле не назвать кровотечением а вот мажется сильно и тут я перепугалась особенно на фоне прошлых недель когда мне пришлось поехать к врачу и сделать экстренно узи и и мы перепугались за то что шейка матки может сократиться здесь я поняла что черт что-то происходит и на самом деле вот этот процесс он как будто бы потихонечку потихонечку развивается и конечно же я сильно испугалась пошла к мужу сказала что слушай мне кажется нам нужно ехать в больницу потому что у меня там мажет и мажет так достаточно обильно и я в общем читала что это плохо успокаивала себя той мысли что более резких или усиливающихся нет соответственно пока еще наверное можно стараться держать себя в руках и не паниковать тут же позвонили моему врачу врача моя была в этот день выходная но она сказала что в течение получаса она приедет в клинику для того чтобы меня осмотреть она находится рядом с моим домом и туда добраться в разы легче чем в любую больницу соответственно мы решили что наверное будет более целесообразно всем отправиться к ней в частную практику где есть узи где есть врачи и оттуда мы уже сможем принять решение что делать дальше и с каждым шагом приближения моего к клинике я понимала что я ближе и ближе к возможному вердикту того что есть какие-то проблемы либо отслоение плаценты либо укорочение шейки матки либо еще чего другого что впоследствии привело бы к тому что в лучшем случае меня бы положили на сохранение в худшем случае это преждевременные роды и тут у двери я как ребенок расплакалась разревелась просто от страха понимаю что я и хочу заходить и не хочу заходить и муж мой стал меня успокаивать и через стеклянную дверь коридора меня увидела врач и и второй врач который меня уже ждали сестрички и и все с испуганными озабоченными глазами на меня смотрели что ну наверное дело плохо ну или по крайней мере я вот прям вся расклеилась но ничего приступили мы к осмотру меня смотрели на кресле мне сделали внутри вагинальную проверку мне сделали узи внутренние и внешние доблер все что можно мне сделали померили давление и посмотрели очень 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 внимательно на показания узи смотрели вот как раз таки два доктора чтобы уж точно не ошибиться и констатировали что все в порядке вот все в порядке шейкоматки закрыта она не укорочена плацента прекрасно красиво прилегает малыш замечательно себя чувствует там шевелится занимается своими делами опять он повернулся головой вниз что на самом деле я и знала потому что за эти две недели он очень очень активно поворачивался вот и более она объяснила тем что головка находится опять же очень и очень низкой и он голов головкой давит мне и в кости и в шейку матки и наверное собственно это и как раз таки является главной причиной того почему мне так тяжело и больно передвигаться шевелиться ходить и так далее так далее но это уже было совсем не важно мне было все равно больно мне там не больно ходить лежу я не вижу мы испугались конечно же за состояние малыша и за то чтобы не начались не начались преждевременные роды такую возможность доктора исключили я с облегчением вздохнула они посмотрели откуда же мажет и почему есть вот это кровотечение и сказали что это точно не из матки это точно ниш не из шейки это все закрыто и скорее всего есть какая-то небольшая эрозия и где-то наверное лопну то ли сосуд то ли что-то в этом роде потому что это какая-то исключительно локальная история причем это не свежая кровь это не на нельзя назвать кровотечением потому что там должен быть и объем и цвет и так далее это в общем уже такая свернувшиеся старая кровь которая скорее всего начала сочиться днем или двумя ранее сейчас просто она вот вышел положили меня на домашний режим лежать и не шевелиться только ходить в лучшем случае в туалет как минимум три дня все остальное время только лежать прописали мне препараты какие-то таблетки витамины которые мне было абсолютно все равно я понимала что ладно дайте мне все что угодно только чтобы с малышом все было в порядке и в общем вздохнув мы отправились домой и последующие три дня я действительно послушно провела в постельном режиме больше ничего не мазалась в течение двух дней вся эта история закончилась и я поняла что это действительно наверное была какая-то локальная история и еще почитав до дополнительной информации я удостоверила что такое бывает это ничего особенного и на самом деле главное чтобы не было еще сопутствующих симптомов когда у тебя это кровотечение усиливается когда у тебя интенсивные боли и и соответственно все твое состояние она идет по нарастающей все хуже и хуже и хуже вот тогда следует волноваться но в нашем случае у нас как-то фух пронесло и мы по истечению там нескольких дней конечно же понемногу успокаивались и привыкли к тому что все все нормально и тревог у нас никаких нет вот такие вот мои 28 по 30 неделю ух переживали сильно но слава богу что все в порядке малыш наш здоров сильный и у него все хорошо шевелится вертится крутится как юла и доставляет мне много много дискомфорта но по крайней мере я счастлива что этот дискомфорт он свидетельствует о том что с малышом все хорошо и он у нас растет и у него там все замечательно этом заканчиваю сегодняшний свой выпуск желаю вам прекрасных прекрасных выходных встретимся с вами в понедельник уже в новом моем выпуске кстати выпуск будет опять же началом новые рубрики в которой я буду встречаться с психотерапевтом и мы будем обсуждать все что связано с психическим здоровьем женщины которая планирует забеременеть которая беременеет и которая уже вступила в материнство поэтому подключайтесь в понедельник обещаю что эти выпуски будут очень интересными полезными информативными и они уж точно касаются каждую из нас потому что все мы кто беременеет или пытается забеременеть или уже родили все мы сталкиваемся с ситуациями когда мы истощены когда мы эмоциональны когда мы может быть даже в своей жизни испытываем сложности расстройства и разные разные психические хоть как бы это слово не звучало ужасно в нашем лексиконе но тем не менее настаиваю на правильном названии вещей да и каждый из нас может столкнуться с психическими сложностями расстройствами или проблемами нашей жизни особенно если это связано с нашими детками мужьями семьями и совсем совсем остальным поэтому в понедельник подключайтесь и надеюсь вам будет полезно и интересно ну а тем временем подписывайтесь на мой канал ставьте лайки нажимайте на звоночек чтобы не пропустить новых выпусков всем пока пока пока